Теперь моя очередь познакомить вас с инструментами геообработки, сервисами геообработки или же веб-инструментами. Скажите, пожалуйста, кто из вас когда-либо пользовался моделями геообработки Wargis? Поднимите руки, пожалуйста. Так, это примерно треть. А кто из вас лично создавал модели в Model Builder? Мне кажется, даже больше людей. Ну или точно такое же количество. Вот эта презентация, этот мастер-класс посвящены не тому, как делать эти модели, а тому, как делиться этими моделями, которые вы делаете через веб, с вашими коллегами, вашими заказчиками, вашими, не знаю, студентами, кем угодно. Поскольку современное развитие Wargis и Wargis Online, точнее Wargis сервера, позволяет делать это очень быстро, удобно. И мы сейчас посмотрим, как с вами, как это делать. Значит, да, мы разберемся с терминологией сначала немного, что такое сервис геообработки, что такое веб-инструмент, поскольку эти оба термина используются и вызывают некоторую путаницу. И дальше научимся с вами подготавливать модели к использованию, публиковать их и уже использовать или кушать их через веб-интерфейс. Значит, вы можете встретить при работе два термина – сервис геообработки и веб-инструмент. По факту самое главное, что вам нужно знать, это одно и то же по функционалу. Разница несколько в лицензировании. То есть у нас сервис геообработки – это более старый термин, и он скорее относится к расшарке моделей через ArcMap. Если мы уже говорим про прошку, то тут уже принята терминология веб-инструмент. В общем и целом, наверное, это не супер важно для вас. Оба эти термина означают веб-модель, которую вы создаете на десктопе и делитесь с ней через веб. Вы также можете делиться не через веб, вы можете делиться, сохранять ее как пакет геообработки, на флешку сохранять и передавать, но это немножко не для нашего мастер-класса случай, поэтому мы будем говорить про веб-инструменты. Если я говорю веб-инструменты, я подозреваюсь сервис геообработки и наоборот. Идем дальше. В общем и целом, жизненный цикл веб-инструмента состоит из трех стадий. Мы с вами сейчас пройдем все эти три стадии. Первая стадия – это разработка и создание. Вторая – публикация. Первая стадия иногда называется еще предпубликация. Вторая – это публикация. И, соответственно, третья стадия, финальная – это подключение и использование. На стадии публикации нам, собственно говоря, нужно подготовить модель, прогнать ее на десктопе у себя, удостовериться, что все проходит корректно. Тут, соответственно, мы с вами чуть-чуть попозже, буквально на следующем слайде, посмотрим, как это делать. Реально уже будет демонстрация. Но нужно несколько комментариев добавить для того, чтобы это происходило бесшовно и как можно более-менее проблемно. Во-первых, как и везде, нужно блести минимализм. Постарайтесь, чтобы ваша модель не была чрезмерно большой, чтобы она не включала в себя какие-то ненужные шаги, которые можно заранее сделать вне этой модели, чтобы ваша модель была оптимального размера. Также для проектных данных, то есть те данные, которые конечный пользователь не будет менять, то есть те данные, которые универсальны для этой модели, вне зависимости от того, как ее пользователь дальше будет юзать, вам лучше использовать для этого слои. То есть файлы с расширением не shape, а lir-ex, это существенно облегчит работу. Ну, может, это через все техническая деталь на данный момент, не самая интересная, но если у вас не будет что-то получаться с этими моделями, вернитесь к этой презентации, посмотрите на эти подсказки, и, возможно, вам поможет что-то из этого. Да, ну и постарайтесь свести все в единую координатную плоскость, в единые координаты, чтобы у вас данные были в унисоне. Давайте теперь посмотрим на подготовку модели. Я сейчас нахожусь в меню десктопа Argus Pro. Вот у меня уже подготовленная модель. Прошу прощения, давайте сейчас немножечко отвлечемся. Вот, допустим, вам пришло ТЗ от заказчика. Это достаточно частая задача определить оптимальную локацию для какого-то объекта. Вот, допустим, мы сейчас будем определять оптимальную локацию для индустриального объекта. Вот у нас есть ТЗ. Для заказчика важно, чтобы было выборки в этой модели. Модель учитывала такие параметры, как расстояние до ближайшей канализационной линии, расстояние до водопровода, до крупнейших дорог и так далее. И, собственно говоря, у меня… Опс, секунду. Здесь уже подгружены все необходимые данные, отобраны необходимые участки минимального размера, то есть 200 акров – это тоже требование клиента. Вся инфраструктура подгружена. Это у нас все происходит в штате Огайо. И вот это, собственно говоря, модель уже подготовлены с подгруженными данными. И что нам дальше нужно сделать? Дальше нужно эту модель прогнать, посмотреть, что она успешно работает. Естественно, мы не можем делиться моделью, которая не работает на десктопе. Немножечко займет это времени. Промотаю. Так, так, так. И вот у нас модель успешно закончена. Вот предварительная выборка. Дальше что мы делаем? Мы переходим на вкладку каталога, «История». Видим эту модель, последнюю прогнанную. И правый клик. Поделиться как веб-тулом. И мы закончили, по сути, первый этап предпубликационный. Дальше давайте рассмотрим настройки публикации. Публикация – это важный этап. Это тот этап, где настраиваются мета-данные, то есть мета-информация о вашей модели. Поскольку это тема про то, как делиться моделями, мы не можем избежать этого нелюбимого многими этапа снабжения модели мета-информацией, мета-данными. Это очень важно. И, соответственно, то, как настраивать публикацию, нужно знать и уметь. Давайте посмотрим, как это делается. То есть вот мы… Секундочку. Прошу прощения, я уже немножко устал, немножечко лагаю. Прошу вас снисходительно относиться к этому. Значит, первое. Вот у нас четыре вкладки, которые нам нужно все пройти поочередно. Общие настройки, то есть тут вы задаете имя на конфигурации, на вкладке конфигурации. Здесь находятся важные настройки. Значит, давайте посмотрим их. Режим прогонки модели у вас может быть либо асинхронный, либо синхронный. В чем разница? В том, что синхронный – это, грубо говоря, вы его запускаете, запускаете у себя эту модель, в браузере она работает и выдает вам тот же результат. Если модель какая-то большая, она работает с большими данными, ну, допустим, с космическими снимками и так далее, у вас возможна ситуация, когда вам ее нужно запустить, и она там будет бегать, может час, может полдня и так далее. И что вы же не можете сидеть и следить за тем, когда она закончится. Вам нужно, чтобы результат этой прогонки модели на сервере где-то был отложен после того, как она закончится. И это вот тот сценарий, когда вам нужно выбирать асинхронный способ работы модели. Но это не наш случай, у нас моделька маленькая, поэтому я ставлю синхронный. Дальше вы можете настраивать ошибочное оповещение, то есть если что-то идет не так, вы можете настроить оповещение. Это либо будет просто оповещение о том, что что-то идет не так, либо вот как я здесь выбрал информацию, подробную информацию, вам система выдаст о том, что пошло не так конкретно. Дальше мы переходим на вкладку контент. Это то, где по сути, как конструктор показан те элементы, из которых состоит ваша модель, все инструменты. То есть у меня тут по сути 4 буфера, вернее 3 буфера, основные инструменты. Буфер по дорогам, близость к дорогам, к канализации, к водопроводам. Вам здесь, на этой вкладке нужно заполнить всю необходимую метаинформацию. То есть, допустим, мы заполнить всю необходимую метаинформацию. Смотрите, здесь это название инструмента. Это то, как этот инструмент будет выглядеть, как он будет считаться для конечного пользователя, когда он будет использовать эту модель через веб. Поэтому надо относиться к метаинформации серьезно. Она заполняется здесь. И по всем инструментам я ее заполняю. Дальше, что необходимо сделать? Необходимо запустить анализ модели. И вам, собственно говоря, Argus анализирует модель на предмет ошибок. Если что-то идет не так, вам нужно проверить наличие ошибок и их исправить. Вот смотрите, это важный момент. Вот ошибка здесь заключается в том, что мои данные не зарегистрированы. Это, по сути, единственный тип ошибок, который не является проблемой. Это, по сути, сообщение о том, что на сервере еще не зарегистрированы ваши данные. Вы можете проигнорировать эти ошибки и делиться этой моделью. Другие ошибки, с ними нужно работать, исправлять. Чаще всего ошибки такие, ну, допустим, не заполнены мета-данные. Пустые ячейки, мета-данные по инструментам, он просто не может поделиться этой моделью, если они будут пустыми. Но в данном случае я спокойно ей делюсь. И это занимает какое-то время в зависимости от размера модели. Ну, и в результате вы должны получить сообщение об успешной публикации моделей. И можете приступать уже к следующему этапу до настройки модели уже у вас на сервере. И публикации ее в форме, которая может быть потребима для конечного пользователя. Значит, что вам нужно сделать для того, чтобы ее успешно опубликовать? Во-первых, вам нужно настроить, сделать настройки доступа общими, если, допустим, потребитель вашей модели не имеет доступа к вашему серверу. То есть, чтобы он мог просто через браузер иметь доступ. Давайте вообще с вами посмотрим, как это делается. Вот здесь это делается. Видите, общего доступ закрыт. Для того, чтобы сторонние пользователи могли иметь доступ к ней, нужно сделать доступ для всех. Также важно еще отметить, что одной модели для того, чтобы поделиться этим, недостаточно. Нужно также подготовить веб-карту, которая будет являться подложкой для, скажем так, арены, сцены, где будет бегать ваша модель и показывать результаты. У меня уже заранее подготовленная веб-карта есть. Давайте вообще я выключу видео и сейчас мы попробуем все вживую сделать. Так, интереснее. Вот у меня есть веб-карта. Вот у меня этот инструмент. Что вам нужно? Вам нужно зайти на страничку общей информации этого инструмента. И ключевая информация здесь – это его URL-адрес. Его нужно скопировать. Дальше мы находимся в меню уже веб-карты. Чтобы поделиться этим инструментом, нам нужно создать веб-приложение. В конструкторе веб-приложений. Заходим на WebAppBuilder. Запускаем создание нового веб-приложения. И здесь заходим на вкладку Widget. Нужно добавить виджет геообработки. Это тот ящичек, куда вам нужно положить URL вашего инструмента. Вот он здесь есть. Окей. Здесь вы дальше можете донастроить необходимый лейблинг. Значение по умолчанию. Полторы тысячи метров как-то много. Я поменяю на 300. Также вы можете настроить внешний вид результата финального. То есть в данном случае нашей выборки. Здесь также можно настроить внешний вид, скажем так, компоновку вашего приложения на разных девайсах. Это планшеты, мобильные устройства. Тут же доступен QR-код, который можно использовать для... Ну, по сути, вы можете поделиться QR-кодом, чтобы человек мог перейти по ссылке. А у кого-нибудь стоит QR-ридер на мобильном устройстве? Есть? О, отлично. Возможно, он вам сейчас понадобится. Вернее, невозможно, а понадобится. Так, сохраняем и запускаем приложение. Вот у нас достаточно простое приложение. Заходим сюда. Вот вы видите параметры модели. Они конфигурируемы. Соответственно, по желанию пользователя вашего заказчика, он может изменять по ситуации эти параметры. И давайте попробуем его запустить. И посмотреть, что будет. Оп. Вот. Вот, собственно говоря, у нас сколько? Пять получилось участков, которые подходят по этим критериям для размещения индустриальных объектов. Теперь давайте попробуем сделать это с вами вместе. Те, у кого есть QR-ридер на смартфоне, пожалуйста, достаньте. Сейчас я сгенерирую QR-код. Вот он. Подцепилась ссылка? Вы можете, в принципе, поменять параметры на свои, получить другой набор участков. Но тут принципиально важно, понять, получится ли у вас или нет. Я надеюсь, что получится. Да? Ну вот видите, как прекрасно. То есть наш потенциальный клиент был бы доволен. И размещение индустриального объекта где-то в пригородах города Толида, Огайо, успешно было бы осуществлено. Что еще хотелось бы добавить? Буквально пару моментов. Вы можете кушать эту модель на разных клиентах разными способами. То есть понятно, что есть десктоп. Вы ту же самую модель с вашего сервера можете потреблять через десктоп. То есть вы заходите просто на вкладку каталога, на ваш портал, портал и все те, скажем так, весь тот контент, те ресурсы, которые у вас есть на портале корпоративном, на сервере, он вам доступен через десктоп. Вы также можете обратно вернуть эту модельку в десктоп, в прошку или в аркмэп, откуда она изначально пришла. Также вот тот второй путь это через веб-приложение, которое мы только с вами сейчас прошли. Также существует способ через Python, но я не специалист в этом направлении. Если вас интересует этот путь, я могу подсказать вам коллегу, который вам объяснит, как этим путем идти. И, соответственно, браузер на любом клиенте, это, наверное, самый адекватный, самый простой способ делиться этими моделями и их потреблять. Спасибо за ваше внимание. Буду рад ответить на ваши вопросы. На другой корпоративный сервер? Да. Вы можете ими делиться. Но мне кажется, что проще сразу, ну, допустим, если у вас два сервера, вы просто подключите оба сервера в прошку и переключитесь между этими серверами и там поделитесь. Либо же, если это сложно, но вы можете просто сохранить это как, сейчас, секунду, как, пам-пам-пам, вот, gpkx-файл, да, как пакет геообработки. И, мне кажется, проще на флешки перенести это на второй сервер. Я еще забыл вот что сказать. Это важный момент, который, наверное, не очень очевиден, но он может доставить очень много проблем. Игорь, в принципе, про это говорил в своей предыдущей презентации. К сожалению, работа с кириллицей может принести потенциально много проблем. Это не значит, что вы не можете совсем с кириллицей работать и совсем не можете публиковать кириллические названия, там, меню кириллическое делать. Но, если вы это делаете, будьте готовы, что у вас что-то может пойти не так в любой момент. Поэтому, если нужно, чтобы все шло бесшовно и ваш клиент или ваши сотрудники или ваш босс были довольны результатом, лучше все-таки работать с латиницей. Причем, я имею в виду на всех этапах, начиная с создания модели в прошке, заканчивая названием инструментов в онлайн, в вебе и, соответственно, то, как вы делитесь там же через веб-приложение. Но кириллица не невозможна. Ну, немножечко я разобью, наверное, ответ на ваш вопрос. Спасибо, это интересный вопрос. Я не уверен, что PRO прям совсем на 100% дублирует инструменты в оргвепе. На самом деле, в PRO меньше инструментов, там ситуация сложная. В PRO есть инструменты, которых нет в оргвепе, в оргвепе есть инструменты, которые нет в PRO. И, в общем и целом, в оргвепе более полный каталог инструментов, нежели в оргпро. Это один момент. Второй момент, вы то же самое все можете делать, делиться через оргвеп. Просто я делал это на прошке, но PRO, оно как бы намного удобней, юзер-экспириенс намного более комфортный. И там все именно настроено на то, чтобы вот этот sharing и collaboration был намного более удобный, быстрый и комфортный. В оргвепе это будет немножко более, ну, как бы деревянно. Но, в общем, в целом, все то же самое. Хороший вопрос. Вы можете публиковать столько моделей, сколько хотите, сколько вам позволяют ваши корпоративные кредиты. Вот, а чтобы, то есть, скармливать результат одной модели, другой модели, ну, why not? Я не знаю, это как... Я думаю, что это реализуемо. Я, если честно, лично никогда это сам не делал. Это интересная постановка вопроса. Я думаю, что если вы попытаетесь даже в PRO это сделать, эти две модели, как бы законнектить и... Я думаю, что я не знаю, что я думаю, что это так, ну то есть в одном в одном же в приложении можно две модели соединить так чтобы одна кушала результаты другой правильно понимаю это очень круто спасибо вам за этот вопрос я не знал на самом деле и это очень интересная бы да надо попробовать еще вопрос нет тогда я предоставляю слово своему коллеге